Дипломы, сувениры и суперприз автомобиль. Звездный час это когда понимаешь, что за тебя радуется все педагогическое сообщество региона. Анжелика Зимина, преподаватель русского языка и литературы из Сызранской школы, стала учителем года Самарской области 2016. По словам победительницы, сегодня в регионе созданы все условия для того, чтобы проявить себя. Поддержка учителя на всех уровнях. Это и премии губернатора за долгосрочные воспитательные проекты. Это и приоритетный национальный проект образования. В этом году в сентябре заключительный этап всероссийского конкурса «Учитель года России» пройдет в Самаре. Такое право дала победа нашего земляка Сергея Кочерешко. Сегодня он в числе приглашенных на сцене филармонии. 85 педагогов со всей страны привезут свои наработки. У самарских педагогов достижений не меньше, чем где-либо в стране. Нынешний конкурс показал это в полной мере. На самом деле мы накопили большой и очень, может быть, значимый и очень важный для всего общества, всего государства опыт. То, что мы все последние 4 года в призерах, даже уже по 5 лет практически, то ту задачу, которую мы ставим перед областью, быть как минимум в первой пятерке, максимум в первой тройке, а поддельным направлением быть абсолютными лидерами в стране, лидерами в стране, в образовательной системе, мы эту задачу уже почти решили. Для Самары особенно важно быть лидером в сфере образования. В этом году состоится первый набор «Центр одаренных детей». И мастерство учителя пригодится. В конкурсе приняли участие 800 педагогов Самарской области. Причем из 21 участника областного этапа четверо учителя в возрасте до 30 лет. В итоге определилась пятерка лидеров. И вот самый ответственный момент – вручение награды победителю. Сама Анжелика Игоревна со сцены говорит всем слова благодарности за поддержку. Конкурс, безусловно, это ступенька, ведущая к профессиональному Олимпу. И я сочту за честь представлять Самарскую область на всероссийском конкурсе «Учитель года России». Организатор конкурса – областное министерство образования и науки. И особые слова благодарности звучали в адрес заместителя министра Надежды Колесниковой. Губернатор высказал пожелание, чтобы такие люди представляли регион на федеральном уровне. В ближайшие 10 лет государство выделит на модернизацию образования 3 триллиона рублей. Сколько из этого будет вложено в школы Самарской области, зависит от того, как будут отстаиваться позиции региона в Москве. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, События.